Когда-то здесь был волшебный сад, полный книг. В этом саду были самые разные книги, романы, полные приключений, энциклопедии, полные знаний, сказки, стимулирующие воображение и многие другие виды книг. Сад книг располагался посреди страны, под сенью огромного дерева, украшенного цветами радуги. Вокруг сада были золотые двери, и каждая из этих дверей открывалась для отдельной темы, истории или информации. Смотритель сада был своего рода книжным карликом. Его звали Китапчи Камил. Камил часто проверял прочитанные страницы в очках и следил за порядком книг. Но однажды появился злой волшебник и погрузил сад книг во тьму. Книги выцвели, страницы пожелтели, и сад начал засыхать. Книготорговец Камиль решил поискать героя, который сможет сломить влияние колдуна. Этому герою предстоит войти в волшебный мир книг, оживить книги и вернуть книжному саду былую славу. Однажды Элиф, юная читательница, решила взяться за это задание. Элиф отправилась в путешествие к мирам, скрывающимся за золотыми дверями. Когда он открыл первую дверь, мир, с которым он столкнулся, был сказочным. В этом мире, полном драконов, принцев и принцесс, волшебных лесов и загадочных замков, Элиф нашла волшебный ключ, подружившись со сказочными героями. Вторая дверь была воротами в мир науки и открытий. Элиф открывала загадочные микроорганизмы под микроскопом, путешествовала по далеким галактикам и погружалась вглубь исторических событий. Таким образом, он получил карту, полную информации. Третьи ворота предлагали приключенческое путешествие. У Элиф было много захватывающих приключений, таких как путешествие на необитаемые острова с исследователями, восхождение на горы и дайвинг в глубоких океанах. Элиф вернулась в книжный сад с накопленными знаниями и опытом. Он использовал волшебный ключ, чтобы разрушить злые чары, вернув саду прежнюю жизнеспособность. Книги снова стали красочными, их страницы ожили, и сад снова стал свежим. Книгаторговец Камиль объявил Элиф героем и сделал ее хранительницей книжного сада. Теперь каждый мог извлечь пользу из этого волшебного сада, путешествовать по мирам, полным книг, и теряться на страницах полных знаний, приключений и сказок. И поэтому волшебство книжного сада всегда продолжалось. Каждый читатель пережил свое уникальное путешествие, открывающее новые двери в этот волшебный мир. Книги всегда были дверями, и эти двери вели любопытных читателей в уникальные приключения.